Глава Республики встретился с активистами детских объединений Республики. К разговору присоединились депутат Госдумы России Алена Аршинова, представитель городской администрации и Министерства образования. Гости ознакомились с работой по развитию творческих и интеллектуальных способностей детей и молодежи, которая ведется во Дворце детского творчества. Во Дворце для приобщения ребят к научно-техническому, декоративно-прикладному и художественному творчеству действует 96 детских объединений. Во Дворце творчества на сегодняшний день у нас занимается свыше 5000 детей. Дети со всех школ города приходят нам, приходят нам дошколята. Мы принимаем во дворец от трех лет уже начиная. Есть школа раннего развития у нас во Дворце. И после окончания этой школы, школы раннего развития, где тоже там разные направления идут, где детки в игровой форме познают, что такое математика, что такое чтение и так далее, иностранный язык. В пять творческих объединений Дворца имеют звание «Образцовый детский коллектив». Ансамбль «Эреветь» хорошо известен не только в Чувашии. Юные музыканты играют сразу на нескольких инструментах. Часто ездят с концертами по деревням и селам. Побывали на гастролях даже за границей. Чувашский гостин, здравится, на праздники одеваетесь? Да. Надо одевать. Вот праздники как раз, это не надо стесняться, это как раз богатство всего нашего чувашского народа, которые издревле делали, сейчас они красивее, все красивее смотрят. Смотрится, мы сейчас смотрим как раз то, что сейчас уже с бересты делают, с натурального делают. Это экологически чистые материалы для того, чтобы показывать свою красоту. В студии «Зеркало» многократный призер всероссийских международных конкурсов детского театрального искусства. В его составе сейчас более 70 детей разных возрастов. На протяжении многих лет воспитанники являются участниками городских праздников и концертных программ. Участвуем в многих елках городских, одна из самых лучших городских елок. Большое внимание во дворце уделяется развитию талантов детей в области физической культуры. Участники спортивного клуба постоянно занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. У нас проблема в том, что зал не вмещается. У нас очень много народов. А студия Антона Бельского – это сложившийся стабильный коллектив с постоянно пополняемым авторским репертуаром. ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В дворце гости встретились и со стипендиатами главы республики. Дипломы из рук Михаила Игнатьева получили 12 человек. Они были отмечены высокой наградой за успехи в литературе, музыке, спорте, экологии, информатике и социальной работе. ПЕСНЯ За круглым столом собравшиеся обсудили проблемы, которые волнуют молодежь. В частности, интересовались ребята трудоустройством молодых специалистов, развитием науки в регионе. Много интересных предложений было озвучено в ходе встречи. Многие действительно заслуживают внимания. И кто знает, может уже в скором времени будут реализованы. Ведь, как известно, за молодым дело не станет. То есть это все помогает.